Встречают человека по одежке, а учреждения по входной группе. В Раменской центральной библиотеке позаботились о комфорте людей-колясочников. Специально для них расширили крыльцо, заменили дверь, теперь она открывается легче. Для лиц с нарушением зрения на стекле установили желтый круг. Сразу обращаю внимание на наш пол. Это специальная тактильная плитка, и двигаясь по ней, вы можете прийти туда, куда вам надо. А для того, чтобы знать, у нас есть специальные таблички. Они не только можно их прочитать, их можно на ощупь прощупать. А вот это вот, это то, что написано специальным шрифтом Брайля. Вот специальные значки, что у нас и для людей со слабленным зрением, со слабленным слухом, тоже есть специальная аппаратура. Для людей, слабослышащих в библиотеке установлена информационная система «Исток». Для беспроводной передачи аудиосигналов – слуховой аппарат. Для читателей с плохим зрением появилось удобное приспособление – электронная линза. Мы смотрим и видим, что здесь довольно мелкий шрифт. Но это для нас не является большой проблемой, потому что есть волшебный прибор – электронная линза. Мы ее берем в книгу, ставим прямо на книгу ее и включаем. Электронная линза не позволит глазам напрягаться, полностью обеспечит комфортное чтение. Одним нажатием кнопки можно подобрать необходимый размер шрифта. Также в интерфейсе предусмотрен выбор цвета фона и букв. Очень удобно читать. Могу вот прочитать сейчас стихотворение. Огонек чидит в жестянке, дым мохорочный столбом. Пять бойцов сидят в землянке и мечтают кто о чем. В тишине да на покое помечтать оно не грех. Вот один боец с тоскою, глаз сощуря молвил «Эх». В Равенской центральной библиотеке помогут провести досуг с пользой и людям, полностью лишенным зрения. Для них появились книги со шрифтом Брайля. Вот, например, Анатолий Олегсин, поздний ребенок. Открываем и те, кто умеют это делать, вот они могут почитать. В ближайшем будущем в библиотеке появится еще ряд новшеств для людей с ограниченными возможностями. Будет видеоувеличитель, но он будет более удобный. Он будет такой стационарный, как экран телевизора. И на нем у него больше возможностей. То есть можно приблизить, удалить, листать. В холле у нас будет стоять информационное табло. Причем там тоже можно делать крупными буквами, чтобы вот можно было прочитать. И там будет вся информация по библиотеке. То есть, если вы захотите узнать, есть та или иная книга у нас, какие мероприятия планируются в библиотеке, нажали на кнопочки и все вам вот на этом экране будет видно. Раменская центральная библиотека приглашает всех приятно скоротать холодные осенние дни, окунувшись в уютный мир чтения. Андрей Пластунов, Марина Миткевич для программы «Городские вести». Продолжение следует...